Здравствуйте, друзья! Сегодня у меня на обзоре смарт-вотч, который я заказал на Алиэкспресс. Очень бюджетные, недорогие часики. Увидел хорошую цену, не удержался, решил заказать и не ошибся. Так, что у нас в комплекте? В комплекте у нас инструкция и кабель. Коробочка довольно хлотная, хорошая такая для транспортировки. Часы реально не повредятся во время транспортировки. Так, давайте удаляем вот эту защитную пленку. Я уже снимал ее, потом наклеил опять. И смотрим часики. Часики, дизайн часов мне безумно понравился. Реально, стоят они не намного дороже, чем GT08, но дизайн их реально крут. Качество сборки мне очень понравилось. Вот здесь мы видим микрофончик и видим динамик. Также под этой резиновой вставочкой у нас заглушка такая под USB зарядку или подключение к компьютеру этих часиков. Потом здесь у нас клавиша включения-выключения и возврата в главное меню. Также есть камера, она где-то на 0,3 мегапикселя. Снимки, конечно, получаются такие себе. Она, скорее всего, как для... какая-то шпионская штучка, но как камера для фото использовать ее, конечно, нельзя. И есть возможность установки SIM-карты и также TFT-карты. Часики, дизайн. Реально крутой дизайн. Это такая матовая черная поверхность, плюс эти такие кантики здесь металлические, серебряные. Ну, реально круто смотрится. Мне безумно нравится дизайн. Что еще понравилось, так это ремешок. Ремешок реально очень мягкий, удобный и потерять часы очень трудно. Потому что на GT08 там застежка такая, ну, паскудная застежка. Реально возможность есть самовольного раскрытия и потери часов. А здесь все круто. Реально круто. И повторюсь, удобно лежит на руке, ничего не наминает. Это такая резина какая-то приятная. Такое впечатление, что здесь какое-то софт-тач такое покрытие. Такое шероховатость приятное. Ну, вот и все. Давайте еще замеряем. Параметры часов. Тринадцать с половиной толщина. Сорок один миллиметр по ширине часы. И сорок пять по высоте. Ну, и вес часов. Практически пятьдесят шесть грамм. Не тяжелые. На руке лежат хорошо. Носить часы удобно. Это такой мой личный отзыв. Так, давайте включим часики. Включаются часы довольно быстро. Сейчас мелодию послушаете. Это звуки динамика. Ну, и вот главное меню. Здесь указана дата часы. Вот такие большие. И сверху видно, что включен блютуз. Сколько заряд батареи. Здесь должна быть указана там, например, ваша GSM-сеть. Здесь можно набирать телефон и звонить да куда угодно. Из сим-карты. Или если у вас вы скачали приложение и подключили эти часы к вашему телефону, можно звонить из телефона. Вот здесь даже можно просматривать контакты, которые вы внесли на эти часы. Или контакты из вашего телефона. Так, назад. Здесь у нас сообщение. Есть возможность написать сообщение, прочитать сообщение, посмотреть черновики и так далее, как в обычном телефоне. Если мы вот вернем шторку влево, ну, в любую сторону оно включается. Вот такая менюшка. Здесь повторяются функции эти. Набор телефона. Потом сообщение. Те же, что и выведены на главное меню. Здесь у нас галерея, но у меня нет здесь карты и нет никаких снимков, поэтому она пуста. Здесь у нас, а здесь контакты, которые вы внесли или с телефона вашего. Здесь журнал вызову. Здесь у нас по Bluetooth можно управлять картой, вернее, камерой из вашего телефона. Здесь также SMS-ком и что-то по Bluetooth, но я не скачал приложение. Здесь у нас это файловый менеджер. Это у нас обычная настройка часов, вернее, не часов, а телефона, как в обычном телефоне. Вот настройка телефона, безопасности, подключение и так далее. Здесь у нас есть возможность установить несколько будильников. Здесь полноценный календарик, что мне понравилось. Реально хорошо посмотреть дату, все видно хорошо. Так, это я на сообщение нажал. Это у нас калькулятор, обычный калькулятор. Есть диктофон, есть камера. Вот камера, как снимает моя рука. Ну, снимки разобрать можно, что на фото, но качество, конечно, такое себе. Так, дальше. Установка подключения видимости Bluetooth. Вот здесь у нас возможность прослушивать музыку из телефона или через Bluetooth из вашего телефона, или из этого устройства. Также можно выбрать режим без звука, ну, как в обычном телефоне на улице. Потом есть шагомер. Шагомер считает шаги, время. И потом можно посмотреть информацию вот здесь, что вы находили. Так, дальше. У нас есть контроль сна, режимов сна, я так понимаю, это фазы сна, оно как-то считает. Но я не разобрался, как эта функция работает. Есть выход в интернет, есть возможность скачать QR-код и потом подключить это устройство к вашему телефону. Так, это нужно Bluetooth через подключение к вашему телефону. А вот это есть напоминание, что вы засиделись, нужно встать, разомняться. Здесь можно установить, через какое время эти часы будут вам напоминать, что пора разомняться и отвлечься от экрана монитора. Так, Facebook есть, Twitter и здесь антипотеряйка. Это функция, если вы удаляете это устройство, выходите с этим устройством в зону действия Bluetooth, если у вас подключен Bluetooth к телефону, часы начинают сигнализировать, что телефон очень далеко. Вы вышли из зоны действия. Вот так. Вот такие неплохие, как на мой взгляд, часики. За довольно небольшие деньги вы получаете такой крутой дизайн, как на мой взгляд. И по функционалу, конечно, все простенько. Но если даже за такие деньги купить хорошие часы, я думаю, оно того стоит. Реально красиво, аккуратно, стильно сделаны. Ссылку на эти часы я оставлю под видео, для тех, кто захочет купить такие же. А пока что всем спасибо за просмотр этого обзора. Хорошего настроения. До свидания.